продукты это customer experience то что камера теперь на восьмом айфоне не вот так а вот так и теперь лежа на морде ваш сосед может понимать что ничего не меняет он увидит что камера не так а вот так он увидит что у вас уже восьмой вот это customer experience то есть customer experience как правило это миллионы микро моментов хорошее слово микро взаимодействие с клиентами микро момент которые наполняют нашу человеческую жизнь это не кастер experience это не очень важно понимать что не это не качество сервиса качество сервиса это 1 соток кастер-эксперинс хороший кастер-эксперинс не надо разработать хороший кастер-эксперинс это не значит надо угодить всем хотел конкретно и сделать по поцеловательный сервис ни в коем случае мы сейчас об этом поговорим и главный тезис можно запомнить что восприятие не равно реальности мы сейчас с альфа-банком в общем с одними банками делаем сервис и классический поход заключается в том что приходит собирают и говорят вот давайте мы хотим для вас сделать сервис расскажите как вы видите банк своей мечты и те покуривая сигары откачиваясь на кресло берет я хочу все я хочу это я хочу чтобы готов было все было начинает накидывать на 4 мандер сидится слушает потому сердце директоров они дают бюджет лучше это делать все запускаются такой какой никто не пользуется они замечают они замечают они просто почему почему потому что вырваны из контекста ваше умозрение о том что вам нужно и что влияет на ваше поведение чего общего не имеет с реальными факторами которые влияют на принятие решения я могу сидеть и думать что я бы хотел одеваться в таком стильном магазине чтобы там были персональные у меня там примеры чтобы там было вот так и вот так а вот заказывать на алиэкспресс подружился с почтой и совсем или ездить руки почему говорим переходим к второму фактору то что то что мы представляем себе мы его и сейчас открывали первый фактор что восприятие не равно я есть знаете как сделаем после я вижу что вам хочется хочется до больше структурированного информации потому что если я начну давать контент ночью у меня в среднем лекции 39 часов без перерыва за три часа я просто не ставлю такой цели чтобы вам по полочкам да открытие метро поэтому я вы видите от подачи то есть я сделан так это сделано на 23 часа за три часа я могу отдать базу вернее могу выбрать барьер между вами и самыми передовыми знаниями вы почувствуете что они есть в каком направлении развиваются и там дальше добрать я это дам за два с половиной часа полчаса мы быстренько это все проговорим хотя иначе не получится начались и начну сразу погружать вас в детали вы уйдете отсюда с кружком гвоздей и шурупов которые в общей инструментности теперь нет смотрите чем все боль боль в том что надо разработать а такой customer experience который стал вашим ключевым конкурентным преимуществом наверное звучит просто да начинаешь разрабатывать понимаешь что что нужно для этого сделать начать разрабатывать надо сначала понять с чего состоит этот experience что это такое начинаешь рисовать так называемый customer journey map знакомая от фазы CJM да CJM курсуете которая состоит не только из взаимодействия внутри компании которая состоит на протяжении от рождения потребности до рождения следующей потребности пользователя которую вы тоже можете удовлетворить или преднести то есть очень важный момент что клиент не дайте клиент вообще слов всегда человек использует наш клиент выдуманное понятие потребитель клиент нет и потребитель нет ты человек ты клиент я купил эту эту бумагу зелу я стал клиентом земли нет я просто купил поэтому слов нет плохое слово когда вы эти человек это понимаете что ваша компания маленький кусочек ваша капелька в жизни человека они мир вокруг вашей компании это очень важно кстати определение потому что как не придуя компанию компанию все сидят своем офисе окруженными плакатами при своими брендовыми все нам их ручки все в брендаще просто и они считают что вот еще внутри у них супер лояльность супер любовь к своему бренду и они с трудом понимают что их бренд пускай они тратят на 20 миллиардов в год рублей бюджет маркетинга это все равно вздых это все равно какая-то ерунда для человека либо симка либо пластиковая которая не определяет личность никак джейси газа не идентифицирует никакой образом и но это очень сложно понять потому что си джейси это 30 30 процентов 80 процентов внутри вашей компании по 10 хотя бы так то есть говорят цели любой компании именно как вы сказали то есть если она является капелька в жизни человека то есть именно это расширяет влияние чтобы восстановиться частью его жизни нет нет это та проблема которая сейчас идут в банке они хотят они говорят так типа мы всегда подавали кредитные продукты только а давайте теперь продавать людям решение и проблему грубо говоря человек раньше продавали продавать сервис по покупке машины где кредит только одна маленькая часть выбор нужен человеку да здраем официальный проект автомобиль что не ворованные там еще что то то есть весь цикл либо там ипотеку взять подбор проверка документов тоже сейчас по такому пути в банке а это первый соблазн когда начинаешь ковыряться в этом хочется занять большую долю в жизни человек но но самый главный фактор что человек не хочет это бизнес хочет есть ему в жизни человека может если он привык на автору подбирать тачки он не пойдет на портал сбербанка это делать ему это неестественно поведение а вот мы будем писать много раз что очень важно вклиниваться в естественное поведение людей николай дроздов и не совместить на поведение животных наблюдая таки вот бизнесмен даже не сильно менять чуть-чуть если начнешь сильно менять зачем-то палец люди начнешь будет опять сидеть голову ломать при почему порога у меня такая урушится что не надо же порога не рушу когда ты ментально встраиваешься в поведение людей как труба остается ты не заставляешь меня говорить короче остановился на том я что джейма строить для того чтобы понять все состоит а смотрим как разкинец построились и джейм как мы не делают на ней и вставили консультант увидели вот на стене висит карта как человек идет внутри и снаружи компании что делается дальше обычная компания выписываются проблемные зоны с джейм все видели как выглядит там отмечают проблемные зоны где человек говорит что мне не нравится как я не знаю какой бизнес перевоз перевозит у меня руки вещи все нравится руки и там и вкусный смайлик ставится национальный окрас пользователь что обычно делается обычно делают окей начало спичали там за сервис дети вам вот ему дай задание чтобы он крутими вещи как помечал я отдельные процедуры у него была там специально на газете более мягкие к примеру и все и вот доскидали такие проблемки и забыли про эти джейм проходят год и все заново ой отчет у нас опять проблем и опять строится все джейм опять находятся проблемные зоны раскидывается с полтора месяца проблема решается и сбывается это естественно тупиковый путь никакой статистической конкуренции не приводит джейм должен быть инструментом управления внутри компании то есть на каждой зоне должен быть ответственное лицо которые правы это лицо на си джейм устраивает кастер-экспиренс но но чтобы построить хороший кастер-экспиренс даже использовать джейм здесь большая проблема называется просто функциональное взаимодействие это самая большая проблема сейчас трудных компаниях в стране немножко поддерживает понимаете что когда вы создаете рабочую группу где юристы и финансисты и маркетологи и продуктовики и продавцы административный департамент начинается лепить рак и щука потому что у каждого свои кипя административный департамент не купить лишнего у финансистов деньги там модели на работу оставалось и были тогда и каждый мысль категория свой департамент это безусловно раздирает компанию раздирает компанию и получаете для того чтобы начать строить влюбляющих себя кастер-экспиренс компания проходит человекоцентричную трансформацию человекоцентричную трансформацию в чем я суть короткая суть ее в том что в основу всех ключевых функций кладется клиентский опыт для приносистов клиентский опыт становится принципиально важным для для всех слушателей но клиентский опыт он когда под ним не стоит четкое определение немножко обстрактное понятие все говорят надо строить компанию и клиента центрирует центрировать вокруг клиента и так далее и все говорят все вот делают но проблема всех те же чем основная проблема в том что все клиенты видят по-разному здесь своих теперь а и в связи со своими элементарно возьмешь айтишника скажешь что такой клиенту скажет это вот такие данные такое поведение на сайте возьмешь продавца спрощит его клиенту скажет вот такая замыленная бабушка забежала и там такая мать прибежала клиент возьмешь макетован что-то клиент скажет клиент это вот такой-то как слива аудитория какой-то доход всех своих стараний клиенте и так будет продолжаться бесконечно пока мы не идем какой-то общий знаменатель для того чтобы понимать чтобы клиент и здесь нам очень хорошо помогает поведенческая экономика слышал об этом поведенческая экономика это наука которая изучает как же принимает решение и вместо миллиона определений что такое человек что такое клиент она дает простой инструментарий под названием процесс принятия решения который в своей совершении достаточно примитивен и который очень трудно понять по-разному и изучив механизм сложный и таинственный интеллигент превращается в набор митинг моя как раз работа это объяснить сотрудникам что как человек принимает решение и научить мою политическую экономику политическая экономика блог резюмирует я сказал что конкурировать надо кастом экспириенс что кастом экспириенс без джима настройщик с джима не только в компании но и целом жизни человека что с джима это не просто фотография опыта а инструмент управления чтобы по нему доработать ежедневно привязываясь ответственные ставить тебя это это уменьшает просто национальная конкуренция чтобы ее не было нужно проводить трансформацию трансформация я только вот так слово трансформация за ним стоит очень большая работа на все расписано это что только вникать то сразу за на траги всю компанию и в основе трансформации лежит понимание клиента не как его потребности не как его убеждение не как его соцдем портрет а как набор механизм как он принимает решение чтобы это наконец выучить нужно по юридической экономике вот коротко кто хотел коротко кто на самом деле кто вот так вот вот этот скоп я сказал пич он очень дорогого стоит без преувеличения своей значимости это очень дорогого стоит потому что это меняет всю компанию в целом это меняет подход на выходе вы из кашинского двора получите амазон кашинский двор такой торговый центр рынок есть вот это вот если трансформация меняет в принципе форме бизнеса сейчас когда будем теперь нам важно получается делать так чтобы клиент принял правильно для нас решение абсолютно верно теперь поковыряемся в этой теме в решении вот то есть делать на экспертизе так я себе мало сказал дома меня читали что нибудь давайте коротко еще скажу я пускал бизнес 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 и делу я потом если хотите потом дам хороший материал Мое интервью тоже хороший материал, но особенно если это запись из других лекций. Для первого канала что скажешь там? Короче, о себе. Да я не к тому, что КГН. Да, я принимала решения. Затем на вашу ручку. Пронул, да? Про бизнес я сказал. Да.